Сегодня мы являемся свидетелями укрепления отношений России с исламским миром. Мусульманские страны, они подключились к попыткам изолировать нашу страну на международной арене и проявляют готовность к наращиванию многопланового сотрудничества. Мир должен на деле стремиться к тому, чтобы объединить, а не сеять рознь между народами и создавать нестабильность во многих странах, в том числе мусульманских. Россия придает большое значение этому процессу. Подтверждение этому в создании группы стратегического введения России и исламский мир, как было уже сказано, президент Российской Федерации возложил на меня почетное обязанство возглавить эту группу. Четыре дня назад в Москве состоялось его первое заседание. В своем послании участникам группы руководитель нашей страны отметил, государство исламского мира является нашими важнейшими партнерами в деле продвижения диалогов культур, отстаивания многообразия путей развития и цивилизованных моделей. Президент России также подчеркнул, что деятельность группы стратегического введения будет способствовать укреплению взаимопонимания и доверия между нашими странами и народами, послужит утверждение ценностей справедливости, веротерпимости и гуманизма во всем мире. Одним из направлений работы группы призвано стать развитие наших связей со странами исламского мира, торгово-экономической, инвестиционной и финансовой сферы. Это созвучные повестки нашего форума «Исламские финансы для конструктивной глобальной торговли и инвестиций». Последние события мировой экономики показали, что исламский банкинг позволяет успешно противостоять современным экономическим кризисам и является эффективным дополнением к существующим традиционным финансовым системам. Есть много успешных примеров работы исламского банкинга в запятных странах. В России это направление пока еще не получили должного развития. Ряд ведущих российских банков проявляют сегодня интерес к исламскому финансированию, в том числе и, конечно же, крупнейший банк Сбербанк. Пока есть сложности с федеральным банковским законодательством, системой налогообложения, низкой осведомленностью населения исламских принципов финансирования и определения степенью недоверия, недостаткам необходимой инфраструктуры, квалифицированных кадров и другие проблемы. Но все это возможно решить. Об этом свидетельствует мировой опыт. Мы надеемся, что при поддержке наших коллег в правительстве Российской Федерации, Совете Федерации, Государственной Думе, Центральном банке нам удастся придать этому процессу необходимую динамику. Сегодня исламская финансовая индустрия – это хороший инструментарий экономического роста, развития торговли, привлечения инвестиций и сотрудничества России со странами исламского мира. Казахстан Продолжение следует...